мы сняли выпуск зашкварных историй с алексеем паниным о я не знаю можно я прихожу домой 6 часов вечера это было так давно что это пришлось по ммс делать тара барабан пуш зашкварные истории друзья приветствуем вас в новогоднем выпуске зашкварных историй вновь мы на ваших экранах самые веселые люди интернета и руслан усачев а также у нас сегодня я приехал из тура привет это же первый раз когда гость повторяется нет я здесь уже я был гость а потом я тут нахуй поселка ты не был я был во втором выпуске гостей а сегодня не гостей наш про симурта гостя в особый раз мы спустя год и тоже практически составе повторяемся эльдар только изменился немного джарахов подрос но сразу хочу сказать что у меня нет ни одной зашкварной истории все мои истории настолько замечательные и прекрасные с копи-эндами а чем закончился план б ну не скажу когда это выйдет секрет уже что закончится не скажу в конце декабря ну вот сейчас вы понимаете я я сейчас скажу на сейчас же не конец декабря еще как сейчас все разберутся пишите в комментариях какой сейчас число не лучше говорите как вы относитесь к моему выбору гарик все у кого он выбрал ты знаешь я понятнее я набирал ему бабу я видел я значит самое смешное когда сидели скрином обсуждали холостяка о я не знаю можно говорить похуй а так как быстро то есть новый год но мы пришли к тому что очень многие девчонки в холостяки эскортницы которые типа ну они реально искусство это не то что мы там шлюхи правда работают в эскорте очень много и они туда едут чисто ну типа попиарить инстаграм и мы сидели и мы сидели на устье или тимура что давай ты в этом своем плане б просто разводи их веди себя как мудак с ними типа трешать и он такой да прикольно да типа чё то мы его науськали а потом я смотрю первый выпуск и у вас нормальные бабы одна работает на тнт одна еще где-то я так боялся что ты начнешь на этом вайбе иди сюда и байтон типа в рот пальцы засуну знаешь типа зверя прям такого я такой ой 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 тимур тимур они не искорнивай что получается на тнт эскортницы работают нет 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 вот как раз на плане б был доскональный кастинг да подбирали пробивали все узнавали смотрели инстаграм и я реально с таким настроением пришел что ну давайте кто первый посмотрю они такие хорошие одна лучше другой но самая 5 любовь ту который выбрал ну как ее звали день помню напомню в итоге ты да выбрал кого но у него подожди а это озвучилось ваще в шоу что вы если нет не находитесь друг другу пару что вы друг с другом изначально такая договоренность и была что если мы никого не находим мы женимся друг на друге так но она почему это как бы очень странные прятки она по-моему за все шоу ни разу не была озвучена блять вот эта история но в итоге в процессе как куда-то это все улетучилось мы даже записали видео где говорите есть вот у славы дусу мухаммедова есть видео на телефон что мы обязуемся что мы если никого вы не выберем поженимся то есть у нас есть чем вот на год назад поперечный тебя выяснял как там было на холостяке прошел год он тебя выяснял чем там план бы закончился вот ради этого все конечно ну конечно еще какое видео есть на телефоне вот у славы дусу мухаммедову есть где ты обещаешь типа жениться на воле есть видео где мы с тобой лично заставили в караоке свою песню петь ахахаха он сидел короче ильич сидел в футболке со своим ебальником ну типа его мерч то есть ильич ильич и вы такие иди иди закажи ты так смешно потому что ты был там и помнишь не потому что у него тут тоже не было нет я просто считаю триптих получается да да и мы такие иди иди в закажи песню little big и спой ее как поздно ты перестал сменяться смешная история просто внимательно слушаем не помню слова да нет знаешь что отстойно было мы думали что это будет жалко и самовлюбленно типа и лишь такой я буду петь свою песню которую умею в майке со своим лицом но вышла софа начала подпевать минус нормальный был и мы танцевали и выглядела как будто бы просто литлбик спели песню на халяву мы такие даёбаный в рот там люди подухуели которые там присидели прекрасно какая песня была алкоголя волик да там на то алкоголик кстати стырена оказывается песня конечно да он дон 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 а у кого у текила нет у меня на телефоне есть даже этот рычок его название покажу но все равно харизма и леча пизда тебе усатый милей приезду есть тебя ждет разговор ну либо это последний раз тимур на зашкварные истории короче вот чего за историю хотел рассказать простая но очень пугающе последний концерт в москве я стою у меня типа музыкальная отбивка где егор крит объяснять правила проведения на стендапе она довольно длинная я стою типа у выхода жду когда заиграет трек чтобы я вышел на сцену типа зал весь ждет все крит уже там наговаривает я стою слушаю жду настраиваюсь на выступление и нет тут же блять за буквально за секунд 15 до выхода выход огранизатор говорит навальный в зале игры что алексей навальный купил билеты в зале а у меня вот такой блок где я его ну типа стебу я такой дядь не никуда не стебешь и как бы задавал вопрос нет это я у вас задавал вопрос а в москве то я под разогнался чуть-чуть и короче говоря я такой да нет на мужик похоже на навального не навальный такой ну ладно выхожу и все выступление навальный блять в итоге я начал шутить про навального и я пытался по взглядам людей понять потому что они то видят а я нет я никуда я вот так уже типа я чуть реально и в итоге ну типа я так все и рассказал ухожу в гримёрку не говорят там охранники навального не пускают к тебе в гримёрку почему они его говорит охранники росгвардица они его узнали говорит алексей мы не можем вас пустить он пришел в гримёрку мы бухали с ним и он сказал пару раз блять и я такой у меня такой шок оппозиционная блять но я такой шок был от евгения вагановича петросяну когда совершенно случайно меня никогда не пересекались до этого в жизни ну и вроде как знаем о существовании друг друга и где-то был дождь я помню как это был дождь это вода с неба ваганыч был или нет влага была вода с неба к тебе придется извиняться так вот что происходило то есть был дождь был гум это магазин гул я просто подхватываю твою историю вторая мировая уже закончилась я иду в на парковку за машиной все хорошо я слышу голоса гарик я поворачиваюсь и вижу что стоит евгений ваганович петросян подойди сюда мы слушаем мы же никогда вот так вот не разговаривали сколько времени уже там до 20 лет на телевидении а я вот там 78 и мы ни разу не пересекались никогда а я ведь тогда когда вы появились про него говорит вот с мальчиком и вместе я всегда я всегда берет мне нравились все и вроде как-то нас все время разводит по разным углам юмор то он должен объединять я ведь тоже могу смотри ебаный в рот это смешная конечно история но представь как грустно что ваганыч думает что я тоже могу как вы смотри и просто мат на гуше ну все это немного тоже принижает его комедию не я я еще по-другому кое-что показать тебе очень светлая мысль мне надо отдать должное что все таки он ну мэтр хочу уж говорить это серьезный такой ну я слушаю что ты он сказал подойди ты подошел мне кажется любой бы подошел человек если бы он петросян сказал подойди ко мне нет так он так новую бабу свою и позвал тарабарабан пул зашкварные истории мы сняли выпуск зашкварных истории с алексеем паниным да ладно короче дорогие зрители вот как как какое дело нам тоже показалось что это пиздец какая охуенная идея мы такие панин это же типа ну финальный босс зашкварных истории вот мы прям одну опус этой фигни причем нужно отметить что мы даже разругались перед выпуском да если чем отказались даже сниматься мол типа потому что парнем чате все мы вот так ребят не разгонять ебанулся что ли про все про то про это так нельзя блять ты все нахуй переврал вообще не в этом была история была история в другом мы хотели типа не делать вид что вот этот пиздецов не происходило и в лоб у него типа об этих вещах поговорить они такие нет не надо я так и сказал ну и нахуя надо нет нет подожди мы его не стебать хотели за это мы хотели выяснить вы же чтобы разъебать сейчас нет ни в коем случае пока можете там проверить почту так вот короче ты мне скажи это было до рук или до ног это было да что происходит пополнить подпеку дедушка мороз есть желание у всех спасибо дедуль а типа мы не будем отрицать что были зашквары у него жесткие хотели просто ну без вот этого вот ханжинства поговорить и об этом потому что это же часть его жизни пиздецовая часть в основном ноги но все это жестковато она как бы ну это же уже вышло видео с ногой еще не вышло второе не вышло с руками так ты с руками досматривал там много тоже потом идет короче он приехал он приехал из какой-то италии узнает что какая-то италия на сапог похоже так вот да сапог он приезжает садится в кабинете один вот так вот сидит в телефоне мы все съезжаемся такие ну типа в другом кабинете где а где плане сидим там и люк соболев ильдар шушукаемся ильич типа срезался сниматься вся хуйня такие нам говорят парни ну идите поздоровайтесь хотя бы ладно хорошо идем все таки все привет такой привет и в телефон мы такие мы попробовали ну да попытались возвращаемся обратно такие хуй знает как-то типа непонятно сидим такие пупупупу нам говорят идите пожалуйста разговорите его надо идти я такой блять мне надо вспомнить зашкварные истории я тут посижу пока один вот вы ильдар блять с ильё идите и такие блять ладно уходят их нет пару минут пару минут они бегают с хохотом диким врывать вот так вот мы такие что что случилось мы горит сидим с ним разговариваем бла-бла-бла говорим типа чего ты ты себя плохо чувствуешь типа что что случилось он такой может чего-нибудь съешь и панин говорит да не в меня чуть сегодня ничего не лезет и мы горит илью и друг на друга такие у нас на лице произошли микро взрывы эти мы сейчас они убежали блять как мы выпуск будем снимать и ёбаный в итоге мы садимся начинаем выпуск веселый вся хуйня мы такие алексей ты же смотрел туда смотрел гейну давай какие-нибудь стыдные истории за что тебе стыдно и он говорит мне стыдно только перед теми и тем я не успел сделать кого с нами уже нет мы такие заебись сейчас пойдет юмористическая волна нахуй и весь выпуск панин рассказывает самые скучные истории на планете земля типа такие и в общем он один раз аж встал мы таким сейчас будет отыгрыш и там типа история они приехали на остров и стоянов сказал могут ведь когда захотят он стал что постоянно и вот так смотрит на нас и нам так типа нам неловко мы весь выпуске ахахахаха думал блять пиздец как будто батя анекдот рассказывает в какой-то момент он рассказывает очередную историю говорит вот типа мы с женой там было потом мы поехали на орги но это не важно это куда почему это не важно это самое интересное блять конечно алексей говорю ёбаный рот да ты единственный кто вот в садом упал вообще с головой до ног расскажи как не уже никто на сперме ни разу не подскальзывался никто у вас смешно не не крякал во время орги ничего не было говоришь как эти журналисты я такой ёптума и весь выпуск хуйня вообще ничего не сделаем подарок нашим зрителям покажем немного этого какой-то кусочек вот самое лучше небольшой кусок где мы делаем вид что нам пиздец весело а мне стриптизерша из города луганска родила четвертую дочку вот так сразу охуенный был приват наверно вы все начали встречаться или ты так долго не уходил из клуба это долго не снимал меня занесло луганска должен был там прожить эту неделю получается год прожил прикольно нихуя себе а она знает пульс ли она что родила пиздец как-то мимо головы во время танца что выпало ладно эй слушай а расскажи пожалуйста это реально 4 дочки у тебя уже недавно уже 4 прикольно а круто просто мы все знаем только про одну которую у тебя есть в инстаграме вторая инстаграма тоже нет третья страница за год так тебя сносится а есть сейчас инстаграм нет фейсбук есть инстаграм не заводишь вот фейсбук меня сломали вот я заканчивал снимать свой кино и это у меня вторая дочка и третья родились в один и тот же год в один и тот же месяц с интервалом в три дня в разных роддомах мамы пересванивались да тебе нужно у тебя как знаешь как многоженство тогда когда ты можешь взять себе кучу женщины я буду большим и свингеры мы можем и такси взять кучу женщин мне же не надо говорить о том что это было до замужина за свадьба нам проще свободный человек поймешь почему я широкую ногу я недавно собаке отсосал а может подробнее я просто подумал как бы вообще по идее нужно было в конце сказать что я сосал собаке историю уйти по-английски просто нахуй я потому что смешнее после панина сразу в финал истории сказать ну короче все середина потом начало как тарантинос он очень долго едет сосать собаке однажды в голливуде июня сосал собаки название фильм в конце он сосал собаки и половина ровно говорит хуйня полная говорят да вы не понимаете ничего это надо было исторический контекст брать однажды в голливуде шикарный фильм замечательно да это гениально как и сосать собаки судя по всему подожди собака собака это она не пёс значит нет соски нет у меня мальчик был пипиську собака был мальчик в смысле у меня сейчас есть мальчик зоофил и алкоголик еще что я люблю зайка в общем наша дочь очень давно просит щенка и она сама выбрала нашу книгу мы и подарили она выбрала в породу шицу такая маленькая смешная волосатая штука а так как нас часто не бывает мы подумали в блин ну ему же одному скучно будет мы взяли двоих сразу два брата им пиздец весело все заебись а чтобы вы знали ну этого не знали а я теперь знаю эта порода предрасположена к пупочной грыжи и щенка будучи когда-нибудь меня тут и так как этой породы расположены такой болезни им когда они были совсем маленьким вырезать там какую-то хуйню чтобы ты потом хуйни не было и что-то смотрим у одного какая-то ранка на пузе начинает появляться хуй мы сходили к ветеринару и ветеринар говорит что операция когда делали зашивали видимо нитки хуй его использовали они не рассосались они там начали гнить как-то с прогулки да не важно короче я сосал собаки значит собаки и тут не приносит шицу в общем и мы сделали операцию они были черные пиздец одинаковые не различить практически тимон и пумба единственный способ их различить у одного вот молодец вода шрам на пузике я значит вижу на кровати лежит на меня собачьего я думаю вот пузик это у него болит я ему сначала в ду и на рангу ду и потом маленьким шевчик ну маленький щенок на жалко же поцеловываю ну жалко собака ну шев на пузике резко появляется маленький собачий хуёк нет нет хуже блять я думаю сукровица из шва выходит сукровица я думаю я не выплюну сукровица блять что-то не проглотил закончил покупал понимаете вкус то ебаный какой-то его маленькую письку во рту держал видимо капелька мочи вот такая вот хуйня подожди 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 над пиписькой шрамчик ты его целовал ну он же лежит тут на пузе и оно а блять то есть ты спускался вниз шиц уснул ну он же ползает на мне ты его скидываешь и в дверях стоит его брат так да просто в этот момент ты понимаешь что что это не сукровица блять то есть ты знаешь как она понимаешь какой-то ебаный собачьи сукровица это точно не сукровица у него есть сэмпл сукровица у всех это не шикарно расскази эта трубка зашкварная история у меня добрая история для вменяемой аудитории которые трех-четырех людях наверно там есть между куколдом то сейчас какая-то машина куколдом между куколдом и зоофилом ну в такой компании не так это обидно я вам скажу после этих историй про сукровицу говно вообще сукровица что за слово ну хорошее слово кстати вот тут мы куколд тогда говорили щас говорим сукровица блять я боюсь теперь сукровица не я пожалуйста все никаких сукровица полгода пройдет как хуя сто пуду стопуду блять как с танцевать он виноват в этом я знать не знал слова кукол блять пока не приехал сюда шутками когда снимали скетч про джокера я такой кукол то ха 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 никаких историй не происходило связи с этим словом я просто кукол смешная хуйня что это я ему объяснил ему весь вечер куколд 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 непонятно ну на примере лучше показать вот что такое куколд а теперь куколд блять история такая я всю жизнь хотел собаку когда был мелкий был советский союз блять мы жили в квартире и мама бабушка мои они естественно были против потому что маленькая квартирка и на собак ответственность но я при этом всю дорогу мечтал собака 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 мне было там лет семь-восемь наверно я говорю мама бабушка пожалуйста я прошу я умоляю вас я на коленях там все прошу что это это звонок окончание истории фамилия после выпуска того зашкварных историй сколько его посмотрю лежали на носителях я теперь хочу чтобы тоже самое произошло с передачи привет кукуева который вел он это было в то же время в то же время и продюсер тот же тоже не то он не сказал значит это должна быть передача такая я прихожу домой 6 часов вечера солнце светит из кухни прямо в прихожую я открываю дверь выбегает моя собака смотрит на меня и улыбается работа и уж там да я же вспоминаю мы же потом это был этот чувак и не занесем уже так хочу с ним познакомиться очень до клик-клаки дадим сделать я хочу я слушаю я расскажу еще такую историю про него же мы через какое-то время уже лет пять шесть семь не за прошло уже камеди уже много-много всего и мы идем в атриум в магазин типа пожрать что-то купить перекресток перекресток набрали мы заходим вот эти вот двери крутящиеся мы с батрухой заходим из всей толпы который вот так вот и выходит из атриума идет фамилия с двумя пакетами чего надо фамилии но идет продюсер дает напротив нас а он в это время ушел с линии на радио мы стоим о и он вот вы где лет 7 прошло здравствуйте с пакетами вот так с пакетами что вы делаете сейчас мы говорим мы каменек лаптом это все полная хуйня я знаю угадаю вам надо на радио конечно и он телевидение умирает на радио в каждой машине да что такое телевидение глаза врут ухо не подведет никогда вся правда здесь мембрана она не подведет и потом взять он частном впаривать что радио эта пизда у меня полтора миллиона ушей ушей которые никогда не врут глаза хуйня что для тебя любишь свою любишь кто это для глаз просто кореец а вот полчаса бы стою вот так это слушает и если бы мы с ним не работали до этого на 2 охуенных передачах три обезьяны и привет руку его конечно мы бы ушли на радио вот секунду с ним вместе с пакетами не только на кликлат надо звать еще и хатер с литл бигом надо позвать короче если мы по второму кругу одни и те же истории рассказывать зашкварные истории мы дважды рассказывать здание одну и ту же историю оба раза вырезали потому что слишком долгое было поэтому я я просто обязан в этом его рассказать короче мы были в во время тура в сибирской части нашей страны зашли в бак поехали в баню заказали шлюх чтобы они нас парили в итоге я учил чернокожую парить вениками а даню ударили сиськой все конец вот такое вы не вырежете да это очень интересная история подробности они вырезают потом подряд пытаешься похвастаться даже ни одной собаке единственный минус в этой истории что очень долго я думаю она не войдет там можно повезло что с собакой собака да я всю жизнь хотел собаку меня был на маленьком раз у меня хотелось собаку то что мы жили во дворе его я видел своих друзей собаки и все собаку лучше дручил за гуэна собака доклад обожаю собак всем я каждый день каждый час маме там бабушки всем своим родным говорю пожалуйста смотрите собаку 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 и приходит мой день рождение значит мама горит иди в школу ладно уж мы уж ладно уж у тебя сегодня будет сюрприз и я естественно в школе счастливый я уже представляю эту породу собаки я уже придумал как если буду гулять как это я возвращаюсь домой счастливый все и стоит такая коробка и как сейчас помню и там что шевелится я открываю коробку и там попугай там ёбаный попугай я я еще не знал мата я из в детской голове придумал вот долбаный попугай уж на попугай так ёбаный попугай такой нахуй попугай что попугай попугай блять что он он тебе не любит ему похуй что он просто ну что он просто говорят я рассуждаю я рассуждаю это потому что в перьях сидишь за них вписан да видимо все таки но допустим ты всю жизнь хочешь вот эту кружку а тебе дарят я не знаю блять вот эту хуйню блять что это хуйня я хочу из нее буду пить да детским воображением понимаешь ну все у меня слезы я говорю я не хочу эту хуйню уберите зажарьте съешьте я ненавижу его блять отъебись назвал бы тубиком мне бабушка мне бабушка мама все успокойся все нормально такая собака все хорошо да ты сможешь ним гулять только у него пупочная грыжа старой короче я начинаю любить слушайте это что к началу я начинаю любить немножко по нещины дать ну нет как это про я был ребенком ничего страшного я знал на что шел я его крови цепочку и найдешь там что-то хуй найдешь просто попугаевый слезал просто знаешь хуя к ножом если я не продолжу эту историю будет ощущение что моя история заключается в том что мне подарили попугай это будет ебала страшно так вот попугая подарили ебать не довольны не довольны попугай короче я начинаю со со временем конечно я бы к нему привыкаю он у меня в комнате значит я как-то выпускаю гулять называю его кеша и он типа уже классный уже класс потому что ну как бы у всех собаки а у меня ебать попугайка попугая собаками я с ним что-то научил его даже что-то я могу скажи да почти почти давай да держишь убирает короче зима 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 снег все верно зима я просыпаюсь и бабушка пылесосит все квартиру и игру бабуль а где кеша и она ой а его на балкон я вынесла балкон пока типа ну убирала комната там минус 35 он блять меньше плюс 10 не знал ничего с детства блять я как как на балкон как давно уже час вот сколько мы убегаем на балкон естественно там блять это произошло в первую минуту только его вот перенесли из балкона конечном итоге естественно вздох у меня истерика 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 слушать истерика бабушка ой прости то все дела там все мама все 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 жалко конечном итоге они горят ладно сейчас чтоб ты успокоился давай сейчас не сразу это следующий рождение следующий день рождения до зима так подождите но это была зима и попугай то не умер на следующий день после дня рождения он умер конечно мы пытались его в духовку положить ну там сгорел короче но как холод тепло тепло вкусно мы обыватели мы никогда не возвращали из мертвого попугая так вот и проходит какое-то время так это зима у меня 28 февраля день рождения у меня двадцать восьмого день день рождения не 11 февраля до старающего у вас один месяц рождения мы пара одному месячнике да ну или так наступающим вас спасибо за ранее и всех наступающим годом проходит месяц и мама говорит ну все иди иди в школу придешь ну то есть я уже не с таким энтузиазмом конечно я понимаю что не факт прихожу домой ровно такая же ситуация коробка коробка значит я подхожу к коробке я открываю коробку смотрю внутрь а там черепаха да ёб твою мать да что же там черепаха я смотрю на нее я думаю в ебать который верни хотя бы попугай я знаю блять как с ним жить я знаю хотя бы звуки издали ясно понятно понимаешь и на балкон сразу черепаха блять черепаха что нахуй черепаха что он может он не то что он ничего это просто блять хуйня которая очень медленно вот это хуйня через три дня микеланджело люблю тебя я тебе отвечаю ровно через там месяц где-то у меня был пластилин я делал на нем вот такую вот штуку с вот как пушка понял у меня был и он у меня был танк у меня были вот такие вот солдатики и он хуячил блять это у меня была мобильная вот я его вот так подвигал в звездных войнах эти вот этики на длинных я прям пластилином и гошин ко мне стали приходить друзья говорю смотрите танк ебать все он блять у меня он был это это был хит а ты не танком назвал нет он по-моему кеша нет это было в памяти попугая кеша 2 попугая не подбрасывал куда что у тебя всегда лошадь плотва я не помню как его назвал по даже никак вообще не назвал черепаху лето лето мы поехали к бабушке она вышла вместе с другими бабушками разговаривать я там бегаю что-то там ха-ха хи-хи все-все и я вижу какой интересный набор тогда мы советские дети были ограничены у нас не бежал кто говорит ну вот твой танк я взяла его погулять положил в траву и вот все его нет мы до ночи ищем его я в слезах естественно так весьма красный ты себе пластилином сделал в лопасти вертолет на 1 до травой летом это мы издеваешься у него трагедия для ребенка второй раз потерять друга причем другого вида блять друг друг другого вида он про бабушку говорит какой она после этого друг при том что ты ждал собака да и в конечном итоге сейчас мы ничего не нашли он действительно съебался каким-то даром я не знаю видел видосы как они быстро втапливают когда они умеют оказывают серьезно закончу тем что на самом деле потом родители все-таки сжалились и после двух смертей моих питомцев мне подарили мертвую кошку мертвую собаку мне подарили собаку держит тебе собака ты а где она ой сынок чтобы ты не переживал она сразу вот зашкварные истории я вспомнил что раз гарик будет я вспомнил как мы с ним познакомились помешку познакомились с тобой а подожди я вскрыл все свои архивы я нашел короче мы были на пресс-конференцию медведева тогда это не было зашкваром потому что слова зашквар даже не было никто не знал что можно шквариться тогда вот вот почему мы все обсирались и дрочили да я сделал одну фотку которую показал горек он рядом сидел такой пионского скинь мне это это было так давно что это пришлось поймать сделать это было знаменитости в моей жизни я нашел эту фотку мега минсвой синдром это то что ты показывал где чуваку так стоит вот это было истерия он не скидывает прямо там сидим вот так можно сниму челму блять башка просто уже боль так может это из-за кепки попробуй без кепки челму без кепки деньги на ветер за безопасное ношение ой бля я недавно давать я хотя бы и вот где-нибудь вот здесь пусть вот это выхитрый да не повезет все нахи давайте так чего кстати хорошее название для пива сукровица это же убираешь да вот эту штучку когда ешь я нет чтобы ты понимал это говно с дна они едят говно на дне и вот это все говно здесь потому что это желудок какое говно на день если ты не убираешь что ты жрешь говно с дна реки а можно не привыкать пожалуйста а вы можете в какую-нибудь из рубрик в своем шоу назвать говно с дна как же хорошо звучит правда как мы уже назвали это шуительный нет это должна быть под рубрика вышить ссылка в описании да вспомнилась история молодость говно и питер а почему ты когда говоришь молодость говно и питер пока это все я просто так съешь можно замебану так нет я думаю нормально выебывается совсем там набор виски на своих это нахуй отрывает он к челяди приемах у него это поедем на моих у него леп сосед молодость говно и питер однажды хуй говно и муравей я очень сильно выпил на одной из вечеринках вечеринок похожих на похожих на эту очень много выпил прихожу в себя я на станции метро купчино стою вот так вот ловлю машину оглядываюсь я на перроне метро ловлю электричку понимаю так раскалибровка мне нужна машина ни одно метро меня не вывезет тем более три часа ночи метро уже не уходят я пошел сквозь эти травы какие-то вышел на дорогу потому что лето было петрушка это говно дна не знаю каким образом я ловлю машину она останавливается сажусь и вдруг ощущаю даже сквозь это не очень трезва состоянии очень сильно пахнет уровня очень сильно знаешь очень сильно пахнет головную естественно начинаю наезжать на Sandalay ком что у вас за такси такое что у вас гвном пакте ну хотя бы там вы мойтесь хотя бы или проветрюте машину ли хотя бы будет молчу про то, чтобы мыть. В общем, всю дорогу наезжаю на него. Приезжаю в общагу, закажу номер, говном продолжает вонять. Ой, кажется, я оборачиваюсь. Ну, неужели рядом таксист? Нет, ни хера. Сзади идет мужик, который обосрался, и он просто не отстает от тебя. Аналогичное решение. Ну, короче, смотрю на свою подушеву, и там просто вот такой вот слой говнища. Нет, с вами подушево, там записка, ты обосрался. Ты обосрался, чувак. И говно в пакетике, в ламинированной. Зашкварная история. Ну, короче, утро ранние съемки, был самый лучший фильм 2. Сейчас вот можно поблевать чуть-чуть. Почему? Я снимался. Между прочим, суммарно, все три самых лучших фильма собрали больше всего в России. Самый популярный, лучший в России. Это абсолютно правда. Ты это в Твиттере написал однажды, оправдываясь за то, как я не говеная. При этом, как можно поблевать после того, как ты их вспомнил, если вышел зомбоящик. Не, ну туда-туда. Во-первых, так, внимание, зомбоящик. Мы к этому практически не имеем никакого отношения. Практически заявляем. Одной ножкой вступил чуть-чуть. Смотрите, изначально это должен был быть скетч-шоу. Нам всем сказали, что это скетч-шоу, ребят. Снимитесь, нам сказали, снимитесь в пилоте. Бесплатно. Каргинов, нахуй, точно так же рассказывал. Ровно так. Нам сказали, что бесплатно в пилоте снимите. Мы снялись в пилоте, потом хуяк, это кино. Это кино, блядь. Что? Вот вам, пожалуйста, посты для Инстаграма. Мы вам сказали, прийти бесплатно раков, поедите. А, вот дай его, вот это. Короче, приехал Миша Ефремову с утра. Рано, 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 рано. Утром вообще, ток-ток съемки. Петя Винс, который говорил, я обожаю Мишу Ефремова. Я мечтаю, я обожаю, ты мой кумир. И давай, когда он приедет, я хочу, я хочу просто познакомить меня как-то. Ну, конечно, познакомлю, мы с тобой в кадре сейчас в нем не будем. Я буду подрезать эту историю, потому что не все эфирно. Не все ютюбно. Как ты ее сможешь? Смотри, я как-то помню, про что ты говоришь. Давай мы заменим одно из слов, которое ты хочешь сказать, на карандашулик. Да, и, значит, стоит Петя Винс, который никогда в жизни не курил карандашулики. Да, Петя Винс уже там сорокет, к тому моменту, трое детей, там все. И заходит, значит, рано, ну, собственно, в семь утра. Еще все, блин, вот такие. И заходит Миша и засовывает карандашулик. Ему, мне, себе. Ну, а коробка карандашей. Коробка карандашей. И так взрывает. И все начинают так разрисовывать. И Винс, я смотрю, уже разрисовывает, но уже всем до конца почти все. Ну, все разрисовались уже. И Миша говорит следующее. Он говорит, я был в Индии, и я понял их религию. Значит, есть Кришна, а рядом с ним сидит Вишну, а с левой стороны Ра. У Ра две головы. И вот сидит, значит, Кришна, Вишну и Ра и смотрит на землю. И тут с земли мимо них пролетает хуй. Вот так. И Кришна говорит, Вишну, лети за хуем, посмотри, куда летит. А ты, Ра, у Ра две головы, лети на землю и посмотри, чей хуй. Ну, сидит дальше, прилетает Вишну, говорит, я, ваше великолепие, я не могу. Он улетел за рамки нашего влияния, я не знаю, он очень быстро. Я сколько смог, он долетел, но он улетел дальше, блядь, это пиздец. Он говорит, хорошо, ждем Ра, у Ра две головы. Блядь, как вы нам дичь втираете. Это мы даже карандашулик не въебали. А мы въебали. Карандашулик, он не въебался. Смотри, ну сегодня. Ефремов жив еще или нет? Да. Жив, жив, жив. Он живее всех живых. Может смеяться или нет в конце, я не знаю. Субасты, что он говорит, ой, Ефремов не въебал. Смотри, Ефремов не въебал. Поехали, поехали. Говорит, ну все, ждем Ра, у Ра две головы. Ура. 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 Ура, две головы. Ну все-таки, ура. Бараванные палочки. Возвращается Ра, говорит Кришну, я, я не знаю, я был там везде, я прошел всю землю, весь шарик с одной стороны, везде, я был везде, во всех домах, везде. Непонятно, чей хуй, одно ясно, что хуй кого-то из них. На что? Подожди, 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 а вы в это время-то что делаете? Мы стоим вот так. Внимание, самый лучший фильм, три были, что они делали. Мы снимаем, я там с 7 утра, вагон. Вы просто вахуй не понимаете, как на это реагировать вообще. Нет, я думаю, они вот таки все своими делами занимаются, просто стоят и время рассказывают. Просто я не сразу понял, что он нам голову ебет, если честно. Слушай, это происходило с нами в этот момент, то есть и утро ранее. Я слышал эту историю, она каноническая. И она вот, у Пети, у Винца, заканчивается карандаш, улик, прям видно, он бледнеет. То есть он первый раз видит кумира, блядь, рассказывает вот это все. И, короче, блядь, он говорит, одно понятно, что хуй кого-то из них. И, значит, Кришна поворачивается ее так, ам, и съедает одну из голов, ра. И вторая голова в оху и говорит, блядь, за что? И он говорит, за пиздеж, потому что хуй мой. Вот и стоим. А смысл притчи, типа, что все его, и ра, и, блядь, этот, и хуй, и земля, и понял, все его, типа. Ручий деконструировал. Ну, как бы, басня об этом. Типа проверил на пидора? Проверка, да, проверка. Пацана проверка была. Мой хуй. Он говорит, кого-то из них. Он говорит, нет, мой. А ты нихуя не узнавал, блядь. И ты мой. И он мой, и все мое. Понимаешь? И мы, блин, стоим. И пиздец. Так сейчас то же самое, в общем-то. Ну, да. И Винс падает в обморок. Бледного словения. Винс не может в обморок. То есть на фразе хуй мой. И после этого начинается съемка. Подожди, человек только что в обморок упал. Да, ну, блядь, ну, как-то приводит. Приходит режиссер, говорит, что происходит. На закрытые глаза просто рисует. Короче, мы еле досняли этот кусок, потому что мы сняли часов семь. И снимали, потому что Винс не мог вспомнить ничего, кроме этой истории. В кадре вообще. Я ржал просто со всего, что делал Миша. Просто со всего. Когда он, ай, блядь, все, слезы. Потому что, пиздец, индус. Ну, короче, вот такая вот была. Мне вот даже интересно, вот люди, которые сейчас смотрели это и начали слушать, ну, все, Гарик Харламов говорит, надо слушать. И вот эта вся хуйня начинается, и они, наверное, тоже сделали вот так. Да. Слушай, это тот вид, что ли? Не, они сделали, знаешь, как вот так? Кукол. Да! Глотай, глотай! Протолкил? Да. Я думаю, они напишут, лучше бы Гарик не здесь сидел, а смотрел на это со стороны. Я думаю, пес думал то же самое, как глотай, глотай! Да, типа выпуск. Мы все сидим, мы все сидим за шкварной историей, рассказываем, а ты сбок смотришь. Друзья, это были «Зашкварные истории». Пиздец, какие зашкварные! Как и был канал, Тимур Каштан-Башудинов, Юра Музыченко, Юра Сукроица-Музыченко, Руслан Звоночек, Пусачев и Даня. Что? Говно со дна. А вообще, получается, ты завел эту традицию. А мы вообще без музыки шпоем. История и делаем с тобой. Ты прекрасна? Мне все равно... Пожалуйста, приглашайте на каждые новогодние зашквары. Сука, пиздец. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. С Новым годом! Субтитры сделал DimaTorzok. Не пей, не пей там, сукровица!